Приветствую всех и предлагаю вместе посмотреть на то, как благодарности можно превратить в мощный инструмент более качественной коммуникации. Продолжайте смотреть это видео. Мне очень нравится английское слово acknowledgement, которое внесет в себе knowledge, то есть знание, и предполагает, что мы выражаем свою признательность человеку. То есть мы признаем, что он для нас сделал. В русском сказать «я признаю» не будет иметь того значения, что в английском, но тем не менее говорить «я тебе очень признательна за вот это» тоже, возможно, будет какой-то больший импульс от вас передавать, большую какую-то силу иметь для вас в этой коммуникации, нежели чем просто «спасибо за», «спасибо». Часто благодаря кого-то настолько мы сконцентрированы на тех эмоциях, на тех переживаниях, которые для нас присутствуют, или объекте, который стал результатом действий, что получается оставлять без внимания сами действия, которые человек проделал. Спасибо за подарок, или благодарю тебя за то, что нашел время, за то, что обратил внимание, за то, что вспомнил обо мне. Итак, перефокусируемся с ощущений и результатов на сами действия, на то, что человек предпринял, чтобы мы в итоге получили то, что получили. Часто мы акцентируемся на тех действиях, которые, возможно, для человека не составили никакого труда, тоже были сделаны ритуально, или по инерции, или вообще сделаны были кем-то другим. И обходим внимание действия, которые действительно человеку чего-то стоили. Возможно, преодоление какого-то барьера, дополнительного времени, усилия, инициативы. Я предлагаю более четко смотреть на то, за что мы человеку признательны. Видя какой-то результат проделанного, все-таки смотреть глубже и дальше обращать внимание на те действия, на те усилия, которые человек вложил. И признавать, придавать значимость и показывать свое внимание именно к этим действиям. Все-таки проводить границу между собственными чувствами и переживаниями, и действиями другого человека. Одно дело, я описываю, что я схищаюсь, говорю о том, что мне очень приятно, или я польщена. А другое дело, что благодарю я человека все-таки за то, что он для этого сделал. Спасибо, что доверил мне, или я очень ценю, я тебе очень признательна за то, что ты все-таки приехал. Спасибо, что ты выделил на это время. Какой-то деловой коммуникации, или, возможно, в каких-то важных разговорах. Поэкспериментируйте с вот этим вот, я благодарю за, да, я тебе признательна за определенные действия, особенно за те действия, которые вы подозреваете, или вы, задавшись вопросом, видите, что человеку чего-то стоили. Стоили внимания, стоили того, чтобы сделать над собой усилия. И вот было бы здорово придать этому значимость, показать человеку, что вы обратили на это внимание. Это выводит коммуникацию на другой, на новый уровень доверия. И являясь этим, да, создавая, вот задавая такой тон, возможно, все общение, в принципе, будет более сильным, более результативным. И снимет также такой налет некоторой ритуальности, идолопоклонничества, как, знаете, бывает, что, ой, спасибо за то, что ты есть. Представьте себя на месте этого человека, которому вы даете такое, да, ну, что значит спасибо за то, что ты есть, что ты такого для этого сделал. Посмотрите на разницу, если вы еще сможете подключить человека в этой благодарности к тому, что его действия для вас создали. Почему это важно для вас? Я тебе признателен, я тебе благодарен, для меня это вот это. Для меня это было очень важно. Я благодаря этому увидел, да, я благодаря этому получил. Мне это колоссально помогло. Смотрим на действия, признаем, выражаем свою признательность и значимость этим действиям и подключаем эти действия к тому, что для нас важно, что для нас было создано. Мне кажется, здорово иметь вот это различие, да, когда мы действительно задаемся вопросом о том, что стоит за результатом и можем сакцентировать эти действия. То есть вы здесь и создаете такую коммуникацию, которую вы хотели бы, более искреннюю, более действенную, более настоящую. Я благодарю вас за то, что вы потратили время. Возможно, преодолели нежелание смотреть этот ролик. Для меня очень важно делиться с вами, читать то, что вам удается увидеть в собственном опыте. Важно, чтобы вы создавали для себя ценность из того, что видите и слышите. Приглашаю подписываться на мой канал, следить за обновлениями, ставить лайки, дизлайки, комментировать. До скорых новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!